В Даугубелсе идут последние приготовления к юбилейным торжествам. В этом году они особенно и горд отмечают свой 740-й день рождения. Надо ли говорить, с какой ответственностью подходят организаторы к проведению праздника, который начнется в понедельник, 1 июня и продлится до конца недели. К нам приедут гости из Латвии, зарубежья, участники творческих коллективов и делегаций городов Содружества. Во многом от горожан зависит, насколько успешно пройдут все запланированные мероприятия. В праздничные дни нас ждет множество разнообразных сюрпризов. Как в программе торжеств, так и оформлении города. Его украсят цветочные композиции, флаги и шары, маленькие и большие. На площади Вены, ибо с 4 дня, будет находиться большой, огромный воздушный шар, который будет не только украшать, но и будет возможность жителям и гостям нашего города за символическую плату подняться и посмотреть на город с полета птиц. Если позволит погода, то аттракцион на воздушном шаре будет организован вечером понедельника, вторника, среды и четверга. Украшением города станут также разноцветные плакаты, баннеры и афиши. К празднику завершатся работы в сквере возле церкви Петра и Павла. Здесь установят художественный объект с обозначением даты рождения. Да, окупился – 740. Основные строительные работы на городских улицах уже закончены. На некоторых участках остается уложить брусчатку, благоустроить зеленую зону. Для удобства местных жителей на улице 18 ноября оборудуют лестницу. Владельцам автотранспорта надо быть готовым к тому, что в праздничные дни движение будет ограничено или на какое-то время полностью перекрыто, особенно в центре города, где пройдут массовые мероприятия, ярмарка, концерты, авиашоу и праздничный салют. Во время праздников будут перекрыты центральные улицы, улица Ригас, улица Парадос, улица Венебас, также улица Цетокшня. С этим придется мириться. Во время салюта и воздушного шоу будет также перекрыт участок улицы Даугавас, от моста Венебас до Новых Колец возле Шунепас. 7 июня во время праздника Песни будет закрыт участок улицы Вайнёдес, от поворота на больницу до 18 ноября. И в это время будет разрешена стоянка по улице 18 ноября от Вайнёдес до Чекуру улицы. Гости города свой транспорт могут размещать в стоянке около футбола стадиона перед крепостью, потом на новой стоянке около круга при въезде в крепость, стоянка напротив Риме и около магазина депо. Просьба горожанам все-таки в эти дни стараться использовать общественный транспорт, а не личный. В праздничные дни будут курсировать дополнительные рейсы трамваев, а 6 и 7 июня услугами городского общественного транспорта можно будет пользоваться бесплатно. Вне всяких сомнений горожанам и гостям Даугавас придется по душе поездка в трамваи, украшенном праздничной символикой. Подробная программа мероприятий с указанием места и времени их проведения размещена на сайте Городской думы.